Да пребудет священно на всех языках ваше гордое имя. Учитель! Посредственный учитель излагает, хороший объясняет и показывает, и лишь выдающийся вдохновляет на учебу, вовремя распознав в ребенке личность. Вот они, лучшие педагоги Черкеска, претендующие на победу в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года». Среди них и мудреные опытом, и молодые специалисты. В этом конкурсе я участвую первый раз, что меня подвигло. Скорее всего, мне захотелось попробовать свои силы, возможности, интересно пообщаться с коллегами, посмотреть, что они подготовили, ну и хочется себя попробовать. Чем вы планируете удивить жюри на своем уроке? Чем планирую удивить, скорее всего, это секрет, вы можете увидеть на следующем этапе конкурса, будет открытый урок. Открытый урок каждому из конкурсантов предстоит провести на базе одной из трех школ Черкеска, в какой именно решали жеребьевкой. Аналогичным способом определили и тему, на которой учителям пришлось тут же писать эссе. Через учение к счастью. Все как на экзамене. На выполнение задания максимум три часа, без подсказок и гаджетов. Это нововведение конкурса, так же, как и собственный образовательный проект, который претенденты на звание «Учитель года» представят на суд жюри на завершающем этапе. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки одаренных, талантливых учителей. И отрадно заметить, что с прошлого года решением городской думы мэрии города Черкеска, они премируются победители и призеры в размере 45 тысяч в общем. То есть, поэтому есть тему для участия еще больше. В свою очередь, мы обязуемся, как жюри, что мы будем вас честно оценивать. Поэтому я вам желаю удачи. Удача учителям Черкеска не помешает. В республиканском этапе конкурса они не побеждали уже три года. На этот раз в ход пошла и тяжелая артиллерия в лице двух представителей сильного пола – Рамазана Загаштова и Михаила Кузнецова. А почему бы и нет, ведь и само слово «учитель» мужского рода. Кто же представит педагогическое сообщество республиканской столицы на региональном этапе конкурса, станет известно уже в начале марта. Руслан Альботов, Михаил Каракелян. Итоги недели.